всем привет с вами леонид сегодня расскажу вам про такую редкую и дорогую камеру называется она маме 7 2 2 причем римскими цифрами но все понимают о чем речь это самая дорогая пленочная камера которая держал в руках 2 место занимает хэссельблад но эта камера это как два хэссельблада я на нее поснимал пленку я к сожалению привить еще не успел просто хочу сделать такой маленький краткий обзор и так вот она малышка это без объектива вот объектив какие мои впечатления мои впечатления такие вау вау она супер легкая это реально очень легкая камера для среднего формата это вообще нонсенс а главное она очень удобно в хвате то есть обычно же японцы делают для своих коротких ручек неудобный хват да и там какой-нибудь никон хэннон многие знают да что неудобно держать в руках да и вообще многие камеры а здесь вот прямо удобно удобный здорово то есть вот она идеально лежит в руке что еще вам расскажу про нюансы ее работы значит кнопочка у нее есть включение собственно здесь вот выкол выкол не очень удобно включать выключается вроде как бы палец лежит на этом курке но маленький и не всегда комфортно часто можно забыть до включил ты или нет кнопка фактически сенсорная те кто снимал допустим на олимпус х знает что вот и легонько дотрагиваешься у тебя как бы измеряется допустим экспонаметр показывает данные да чуть-чуть сильнее а он уже сфоткал в олимпус ходу он сразу фоткает да здесь нужно найти вот эту тонкую грань буквально сегодня утром я доснимал как раз пленку и жена гостя сфотографирую меня она просто так берет так что-то не нажимается я говорю может у тебя крок не сведено она возводит а я знал что я его взвел до этого ну давай еще раз я такая раз и будет что-то опять не работает я бы у тебя щелчок был бы нет я не слышала на самом деле она уже два раза меня сфоткал там очень такой очень тихий щелчок и вот эту грань надо найти просто когда ты долбишь да на зеркалке ты не замечаешь разница это на любителях как бы ну к этому при можно привыкнуть на первое время доставит вам какие-то проблемы выдержка у него до 500 ну это на самом деле не очень много но и не очень мало что еще из интересного у него есть здесь у нас есть подмашпак деление самый главный нюанс который мне рассказал человек который мне и пробовал это что чаще всего ломается это как раз тот момент когда ты вставляешь вытаскиваешь пленку вставляешь меняешь объективы говорят он мне рассказал что это вот мое место самая ломка потому что люди не обращают на это внимание значит смотри сейчас у меня закрыта крышка логично да я нажимаю на кнопочку и пытаюсь ее снять сделала столе сделал видите у меня сейчас шторы видно следовательно я могу одеть объектив в данном положении камеры здесь у нас есть вот такие два рычажка крутилочка и палочка маленькая приближу покажу значит наша задача вот эту крутилочку а точнее на что да сейчас палочку дернуть я дернул палочку и дошел до шторки покажу напрямую чтобы меня видели вот она дырка вот он я далее чтобы мне вернуться в режим взвода шторы это надо как раз крутануть кружочек и теперь я могу одеть объектив объектив но все стандартно одевается по отметке следовательно я могу и одеть и снять если же у меня открыто шторы я не могу ни одеть не снять объектив надо за этим следить и нельзя главное что он сказал что не ребята нельзя вот это вот перекручивать перекрутил сломал штору там 10 ксалей на ремонт минимум наверное вот это такой вот краткий обзор у нас был здесь у нас система фокусировки у нас идет квадратик по совмещению очень яркий по свету очень удобный последний раз я снимал вот так с такой систем фокусировки на бессу по моему или на полароид лэнд там это не так четко видно как здесь здесь прям все супер и так мое общее впечатление об этой камере надо брать надо брать она реально классная она стоит этих денег который вы за нее можете заплатить это как бы индивидуально для каждого для кого-то стоит для кого-то нет я бы я бы конечно ее себе бы купил если больше хотел снимать на средний формат и хотел легкую классную камеру если у вас еще какие-то вопросы по этой камере есть пожалуйста пишите в комментариях задавайте вопросы потому что в целом я могу на все что хотите ответить это был не супер про обзор но вкратце здесь вы все поняли пока